...отделом обучения профориентации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Очень приятно всегда. Татарстан у нас донором практики является по СМАРТЕКИ. В различных предпринимательских инициативах. Интересно вас послушать. Басыина Анна Николаевна, руководитель отдела прогнозирования и мониторинга Центра опережающей профессиональной подготовки. Борисов Георгий Иванович, руководитель отдела программ мониторинга и прогноза Рынка труда Государственного комитета Республики Якутия по занятости населения и Шуликов Денис Сергеевич по работе с персоналом якутского филиала «Полиметалл». К нам также присоединились ряд предпринимателей, которых мы тоже спросим, каким образом вообще отвечает ли система сейчас в Якутии, воспользовались ли они теми инструментами и механизмами поддержки, которые существуют за счет федеральных программ и, соответственно, на региональном уровне. Но сейчас, конечно, я передаю слово моим коллеге-другу, который эмигрировал в Якутию, как мы все говорим, да, хотели воспользоваться побольше опытом федерального университета, работая проектом с Михаилом Ситцевым. Но уже сейчас, соответственно, передаю Михаилу Петровичу слово в качестве министра образования и науки Республика Саха Якутия, Михаил Петрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Ольга Сергеевна. Рад всех на нашем августовском совещании. Жанну Михаиловну вижу, дорогие друзья, коллеги. Ну, во-первых, что хочется сказать. То, что мы постоянно, я говорю, наверное, постоянно, сегодняшняя тема, она актуальна не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока, потому что население, оно здесь у нас низкое. Нам необходимо всегда говорить о новых профессиях, которые позволят повысить произведительность труда, в конечном итоге увеличить наших граждан, чтобы здесь жить было комфортно и чтобы доходы у граждан наших были выше, чем здесь на сегодняшний день. Это первое. Второе. Всегда мы с вами на различных площадках говорим о том, что нами движет некое будущее, говорим про будущее с точки зрения технологий, которые у нас применяются либо могут быть применены на секторе экономики. Исходя из этого, на сегодняшний день, как Ольга Сергеевна подчеркнула, в рамках проекта Агентства стратегических инициатив мы бурно обсуждаем профессии, рассказываем об этих профессиях нашим детям. Но, коллеги, прежде всего, сегодня бы хотелось поговорить с вами о профессиях для экономики будущего нашей республики, нашего Дальнего Востока и страны в целом. Почему это важно? Потому что, как ни крути, мы в любом случае должны стремиться к новому. Жить завтрашним днем – это недопустимо. Да, при этом должна быть, но, тем не менее, всегда мы должны идти вперед в ногу со временем к новым вызовам. С точки зрения новых профессий, мы, во-первых, в республике говорим о профессиях, связанных с автоматизацией производства, о профессиях, которые связаны с роботизацией производства, применение современных технологий для того, чтобы сократить некие расстояния между нашими населенными пунктами. Мы говорим о Якутии как центре информационных технологий всего Дальнего Востока России. И поэтому все это экономика будущего нашего региона, она, безусловно, на сегодняшний день находит такое место. И в дальнейшем, я думаю, что оно должно стать неким паровозом, который полностью будет со временем тащить вперед всю систему образования, систему подготовки экономики. Ольга Сергеевна, благодарю вас за то, что вы подключились к обсуждению и модерируете наше мероприятие. Наши коллеги здесь тоже присутствуют, которые занимаются прогнозом потребностей в кадрах экономики, более подробно остановятся Георгий. Наши ребята из центра подготовки в этом году опробовали ту методику подготовки кадров за короткий срок, то есть подготовки кадров, большого кадров за короткий промежуток времени, которые мы с вами реализовали, работая во Владивостоке. В этом году я горжусь, в площадках говорю о том, что за месяц с личным нам удалось организовать обучение 9143 экономики, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Наверное, об этом расскажут коллеги на подготовке. Все это вот... Ну, давайте приступим к обсуждению новых профессий для экономики будущего. Спасибо. Михаил Петрович, спасибо огромное. Очень приятно, еще раз я говорю, из уст Министерства образования слышать про экономику, профессии будущего. Обычно у нас происходит обсуждение только тех сотрудников, либо, соответственно, для средних профессиональных организаций и, соответственно, либо среди органов власти. Хорошо, что у нас есть собранные институты, у нас есть инвесторы, да, которые являются заказчиками. И приятно еще раз отметить, что Республика Саха-Якутия выбирает, задает темп всем регионам, которая, в принципе, сейчас на острие. В начале дискуссии коллеги, значит, по плану организаторов задуманного мероприятия, да, нашего, мы выслушаем мнение, безусловно, конечно, мы поговорим о тех изменениях и трендах на рынке труда. Мы рассматриваем с вами текущую и перспективную всю потребность работодателей. Мы от лучшей практики прогнозирования рынка труда, определим эффективные инструменты адаптации развития отраслей экономики и, соответственно, все это будет применительно к образовательным программам. И после этого приступим к свободному обсуждению. Поэтому, коллеги, меня участники, организаторы попросили писать в чат еще раз вопросы. Мнение каждого будет услышано, я уже сказала. И прежде чем мы перейдем к общению с экспертами, мне организаторы подсказали, что есть в чате ссылка, да, где будет онлайн-вопрос. Какой ответ для молодежи на что следует ориентироваться при выборе профессионального пути? Ну, безусловно, мне кажется, что отвечать можно, соответственно, просто без привязки к себе, да, не только через собственную призму, а, может быть, просто отвечая на вопросы максимально честно. Тогда мы увидим, наверное, реальную картинку. Пожалуйста, я хочу передать слово первой. К сожалению, мне подсказывает коллеги Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании интернета HeadHunter не смогла присоединиться к дискуссии ввиду плотного графика. Поэтому к обсуждению данного вопроса о прощущимых потерях в одних сферах, соответственно, да, и изменения на рынке труда, я думаю, что она везде плюс-минус одинаковая ситуация в регионах. Знаю, что губернаторы этого не стояны. Я хочу предоставить слово сейчас руководителю отдела прогнозирования и мониторинга Центра опережащей профессиональной подготовки Якутии Анна Басына, Анна Николаевна. Скажите, как ситуация отразилась на рынке труда? И ожидается ли восстановление в том виде, в котором он был до пандемии? И вообще, что нас ждет, в принципе, по итогам того, когда мы выйдем из этой ситуации пандемии? Как вообще-то ситуация будет отражаться на рынке труда? Пожалуйста. Добрый день, Ольга Сергеевна, уважаемые участники и эксперты. Да, выступление Марии Викторовны вынуждено отменилось, но мы постарались объединить все последние материалы о ситуации на рынке труда и в том числе данные исследования. Ну, начнем с того, что в текущем году COVID-19 все-таки внезапно снизил экономическую активность по всему миру, вызвал структурные сбеги во многих отраслях. Подложительная рецессия мировой экономики, наверное, в течение 18 следующих месяцев является наиболее вероятным серьезным пакетским и для всего мира. При этом страны с развивающейся экономикой рискуют погрузиться в более глубокий кризис. Предприятия могут столкнуться с неблагоприятными моделями потребления, производства и вообще конкуренции в целом. Кроме того, возрастают риски также и для личной свободы, лучшие перспективы образования и богосостояния вообще всего населения. Если говорить о макротрендах на рынке труда, то на всемирном экономическом форме они определены тремя словами – это разнообразие, справедливость и инклюзивность. В начале десятилетия произошло сближение трех основных тенденций, скорой пользования технологий, так называемой четвертой промышленной революции. В разгар пандемии мы видим распределение на рынке труда на удаленный формат работы и на работу, которая перебывает физическое присутствие. Кроме того, прослеживается еще широкий призыв к инклюзивности, равенству и социальной справедливости. Дальше. В ежегодном докладе о глобальных рисках в наибольшей ситуации влияет на рынок труда, это отмечается безработица, социальная нестабильность и неблагоприятные технологические достижения. По оценке международной организации, пандемия коронавируса и связанный с ним экономический кризис могут быть привести к устойчивости безработицы и решить работы до 25 миллионов человек. Если говорить о России, то этот год у нас начался, так говорится, с трех ключевых событий. Это пандемия коронавируса. 25 марта в России объявлен нерабочий период для населения. Также это падение в начале марта и ослабление курса рубля. На сегодняшний день доллар находится на уровне 75 рублей. Рынок труда вообще остро реагирует на кризисные моменты, но делает это замедлением и небольшим лагом, поскольку не все компании успевают вовремя сирентироваться и выработать строительные действиями. Если говорить о уровне безработицы в России, то в июне он достиг 6,2%. На финале этого года до начала пандемии он составлял 4,6%. То есть он возрос на 1,6% пункта. И количество безработных, идеально зарегистрированных, составило 3 миллиона человек. То есть выросло в 3,5 раза. В республике тоже численность официально зарегистрированных безработных выросла в 3 раза. Если тогда на июле 2019 года количество зарегистрированных безработных составляло примерно 9 тысяч человек, то сейчас эта цифра достигла 28 тысяч. Если говорить о том, в каких же сферах у нас отмечается высвобождение, это добыча полезных ископаемых, транспортировка, обеспечение электроэнергией газом и другие отрасли. Вообще, всего с начала этого года уволено более 1800 человек работников. При этом наблюдается снижение потребностей работодателей. По оценке это снижение составило 23%. На сегодняшний день число вакансий составляет 11 тысяч. На соответствующую дату 2019 года оно варьировалось в районе 13,5 тысяч вакансий. Вообще, если говорить о обыдываниях рынка труда, приведем в пример исследования научно-исследовательского института высшей школы экономики. Они оценивали российских предприятий и компаний. Что же они ожидают и как они оценивают влияние пандемии на их бизнес. Оказалось, что 80 клиентов уверены, что эти события окажут влияние и повлияют на организацию деятельности предприятий в будущем. Половины работодателей были вынуждены перейти на дистанционный режим. Третья из них стала сработать в очном режиме. На вопрос, планируют ли они частичнее от офиса и сократить затраты на аренду в дальнейшем, 17% опрошенных заявили, что да, рассматривают такую возможность в будущем, а 2% работодателей вообще решили, что полностью переходят на удаленный режим работы. Если сравнивать с прошлым годом, то до пандемии практически 99% в компании работали очно и не собирались переходить на дистанционный формат. Отказ от офиса, как правило, допускают компании, которые занимаются торговлей, консалтингом, производством, оказывают тренинговые образовательные услуги и работают в сфере IT и коммуникации. Вообще, для этого исследования считают, что распространение информационных технологий и дальнейшая цифровизация являются главными аспектами тех изменений, которые мы наблюдаем сегодня. Кроме того, мы привели итоги исследования Blue Face. К 2025 году они считают, что удаленная работа конкурировать с офисами. 66% респондентов заявили, что их продуктивность улучшилась, когда они находятся вне офиса. 76% заявили, что вне офиса у них меньше отлетающих факторов. Таким образом, популярность удаленной работы растет. Прослеживая повышение, работодатели говорят, что они по удаленному формату работы. И даже экологи оценивают, что удаленная работа полезна для окружающей среды, потому что люди меньше ездят на работу и внуки от выброса парникового газа. Далее, если смотреть динамику прироста резюме и вакансий в следующем слайде, мы увидим, что конкуренция возросла. На одну вакансию сейчас претендует 7 человек. Если раньше, в 19 веке, этот показатель составлял примерно на одну вакансию 2-3 человека, то сейчас конкуренция очень высока, но при этом все-таки мы считаем, что точные меры поддержки, если сравнивать с предыдущими кризисами, у нас осуществляется в различных отраслях. И у бизнеса очень выраженная социальная позиция. То есть предприниматели, они готовы объединяться, вместе решать проблемы. И это очень позитивно и радостно. Так, меня уже просят убыстриться. Если просмотреть дальнейшие слайды, мы посмотрим, что там есть сфера, которая пострадала. Гостиничные, рестораны, бизнес, спортивные клубы, салоны красоты. Но отметим, что сейчас спрос везде постепенно восстанавливается, ограничения снимает. Поэтому это потребует, конечно, времени, чтобы рынок восстановился. Но тенденции к этому есть. Дальше перескочим. Я вот тут слайд о том, где видно наглядно разницу в падении и росте различных сфер деятельности. В каких отраслях спрос возрос, а в каких отраслях он упал. Здесь можно все это увидеть. Если говорить о том, какие же вакансии востребованы у нас в республике, то по данным портала «Работа в России», который сейчас агрегирует данные очень большинства работодателей и предпринимателей, то мы видим, что это востребованы вакансии в сфере транспорта, производства и промышленности. Среди самых престижных вакансий с высоким доходом мы видим тоже вакансии промышленности и производства. Если все-таки наша тема касается новых профессий, то тут следует упомянуть о профессиях, которые устаревают. Это те профессии, которые не требуют постоянного человеческого контроля и уже сейчас заменяются онлайн-сервисами, ботами и различными умными устройствами. Если говорить о ванных профессиях сейчас, то мы приводим данные аналитического центра ВУЗ-24, где наибольшим спросом будут пользоваться специалисты с высокоразвитыми хаутсиллами и специалисты, которые способны обеспечить качество и творчество в выполнении ежедневных обязанностей. Если говорить же о профессиях будущего, то это технологии, которые будут популярны и необходимы в среднесрочной и новосрочной перспективе. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Николаевна. Коллеги, движемся дальше. Ждем ваших вопросов в чатах, потому, как я понимаю, все равно есть вопросы, я думаю, в связи с тем, что у нас это дискуссия такая, да, мы обсуждаем, поэтому, пожалуйста, пишите в чат вопросы. Я хочу перейти к следующему выступающему. У нас с 2014 года в России формируется национальная система квалификации, платформа управления кадровыми ресурсами на федеральном, региональном и, соответственно, также на корпоративных форумах. Сейчас приглашаю я к выступлению Михаила Михайловича, директора департамента по взаимодействию с государственными общественными организациями Национального агентства развития и квалификации. Михаил Михайлович, пожалуйста, познакомьте, какие методики мониторинга используются вами сейчас. Добрый день, уважаемые коллеги, доброго вечера, Сибири и Дальнему Востоку. Я представляю Национальное агентство развития квалификации, оператор национальной системы квалификации. И вкратце расскажу вам о той деятельности по мониторингу рынка труда, которая ведет Национальное агентство и это, на самом деле, очень близко связано с той тематикой, которой посвящена наша панельная дискуссия. Михаил Михайлович, у меня перед выступлением, пожалуйста, соблюдать регламент 7 минут, чтобы я вас не прерывала. Спасибо. Да, да, хорошо. Итак, с 2018 года Национальное агентство ведет активную работу по разработке новой методологии и цифровой платформы для мониторинга и прогнозирования рынка труда. Она достаточно большая и на текущий момент к ней присоединились достаточно много участников, те, кто помогает нам это делать. Наш основной партнер в СООМ совместно разработали не только новый инструментарий для мониторинга рынка труда, но и внедряем новую цифровую платформу. Я еще более подробно расскажу о ней. Пока что говорю, что уже в 2019 году мы проводили наш собственный мониторинг рынка труда, который мы как Национальное агентство делаем, помогаем его проводить с Советом по профквалификациям, нашим основным провайтером национальной системы квалификаций. И в прошлом году определенные данные для Совета по профквалификации мы уже собрали, они опубликованы. Но прежде чем поговорить о каких-то результатах, я не буду сегодня вас знакомить с итогами наших исследований, потому что понятно, что 2020 год стал для нас всех переломным таким моментом. Результаты, которые у нас были в 2015 году... У меня выключают микрофон, извините. Коллеги, у кого-то есть помехи, пожалуйста, отключите звук. Вы нам мешаете. Я продолжу тогда, пожалуйста, с позволения. Итак, в 2019 году мы уже начали проводить мониторинг, я на нем не останавливаюсь подробно, поскольку, да, понятно, что 2020 год стал для нас переломным. Более подробно буду разговаривать вам о тех задачах, которые стоят перед Национальным агентством на текущий год и наших планах. Итак, для чего, собственно говоря, мы, как Национальное агентство, занялись тематикой мониторинга рынка труда? Понятно, что сейчас эта задача выполняет достаточно много разных органов и организаций. Это и служба занятости для своих целей, и образовательная организация, это трудоустройство выпускников, это и образовательная организация типа высшей школы экономики, которая проводит эту деятельность. Понятно, это рекрутеры, хатхантеры, другие. Мы, как Национальное агентство, обеспечиваем потребности в мониторинге рынка труда, советов по профквалификациям. Органы, которые в рамках Национальной системы разрабатывают профессиональные стандарты, организуют, проводят независимую оценку квалификации. И понятно, что в этой связи у Совета по профквалификациям и к рынку труда не совсем тот подход, не тот интерес, который, например, у службы занятости населения. Поэтому мы акцентируем свое внимание не только на балансе трудовых ресурсов, сколько на именно количественных и качественных аспектах спроса на рабочую силу. Поэтому в качестве задач мониторинга труда мы определили именно изучение качества спроса, содержания труда тех квалификаций, которые сейчас востребованы работодателями, и контента квалификаций, а именно того, что сидит внутри. Содержание труда, требования работодателей к знаниям, умениям и навыкам. И с другой стороны, тех образовательных и профессиональных траекториях, которые сейчас существуют на рынке труда и в результате которых формируются актуальные квалификации, которые есть на рынке труда. Отдельная задача нашего мониторинга – это выявление новых перспективных устаревающих квалификаций. Мы постоянно используем слово «квалификация», что этот термин более широкий, чем профессия или должность. Это обобщающий термин, который означает определенный набор знаний и умений позволяет человеку осуществлять ту или иную трудовую деятельность. Советы по профквалификациям, как основные наши провайдеры, которые занимаются, повторюсь, разработкой профессиональных стандартов, актуализации профессиональных стандартов, квалификации, разработкой оценочных средств, заинтересованы в том, чтобы получать актуальную информацию отработать, о том, а что сейчас конкретно нужно бизнесу. Поэтому, помимо того, что мы смотрим на текущий спрос, мы еще следим за тем, каким образом, что сидит внутри этого текущего спроса. Когда мы говорим о новых профессиях, мы не всегда говорим о ничем, как мы уже привыкли за последние годы, связанном с некими совершенно новыми технологиями. Нейробиолог – это здорово, но на самом деле новые профессии чаще всего те профессии, которые называются, может быть, по-старому, но у которых уже появляется конкретно новое содержание. Меняются требования к этим работникам, появляются очень много всяких цифровых компетенций, а название вовсе не меняется. Поэтому одна из задач наших исследований – нового содержания в квалификациях, ну и выявление, собственно, вообще новых сущностей, которые появляются на рынке труда. И с этим, наверное, как сейчас на данной историческом этапе, не основная задача, но задача нашего мониторинга – это формирование массива данных, которые впоследствии позволят нам заниматься более плотным прогнозированием на рынке труда. Проблемы, связанные с организацией прогнозирования, они, в общем, для всех. Пока что никто из тех, кто организует мониторинг рынка труда, не может похвастаться, что у него есть достаточно качественная база данных, ретроспективные данные для того, чтобы строить какие-то модели. Есть счастливые исключения, которые есть в отдельных субъеках Российской Федерации. Те, кто себе позвали дорогостоящие исследования, или те, кто обладает хорошими административными информационными ресурсами, чтобы собрать необходимые данные. Но, когда мы говорим о России в целом, мы можем констатировать, что единой системы мониторинга и прогнозирования труда пока что нет. Не случайно 6 февраля заседание президиума Госсовета, совместное заседание было с президентским советом по науке и образованию, вот эта проблема, отсутствие единой платформы для мониторинга рынка труда, была проблематизирована и перешла в формат поручения президента. Мы, собственно говоря, занялись этой проблемой еще задолго, как произошло это событие, как проблема была поставлена уже в качестве задачи федеральным органам исполнительной власти. И я еще подробнее расскажу позже о том, каким образом мы, как национальное агентство, планируем заняться решением этой проблемы, созданием единой платформы. Михаил Михайлович, время подходит к концу. Пожалуйста, структурируйте, чтобы нам уже завершать, иначе у нас все участники не успеют выступить. Хорошо. Помимо этого, нашими задачами является выявление тех потребностей, которые испытывают работодатели в определенных компетенциях, теми дефицитами, с которыми они спутят, и о том, каким образом они восполняют эти самые дефициты кадров. Я пройду немножко дальше, поскольку время моё действительно закончено. Сразу скажу, что мы сейчас уже запускаем платформу, цифровую платформу, как видите на экране, называется она Skills Scanner. Платформа, которая изначально планировала для целей Совета по профквалификациям. Мы сейчас хотим предложить использование этого инструмента, над которым мы работаем, и другим тем, кто заинтересован в результатах мониторинга, это региональные органы власти и федеральные органы исполнительной власти. Особенно эта платформа стоит в том, что она совершенно бесплатна по той причине, что она была разработана по заказу Минтруда России, и позволяет оцифровать практически все задания с проведением мониторинга рынка труда, тем самым снизив сложность работы с трудозатратой и со стороны респондентов, и со стороны организаторов рынка. Эта система уже работает, мы уже проводили в этом году опрос, связанный с пандемией. Я не буду на этом останавливаться, покажу лишь то, что машина, которая уже работает, и вот видите, здесь инструмент опросной странички опроса работодателей. Кроме того, инструмент для построения отчетов автоматизированных, которые позволяют пользователям на основании тех данных, которые агрегированы от работодателей, и отчеты, которые нужны им в рамках мониторинга рынка труда. Все это можно выстроить в самых различных формах визуализации, и как угодно. И наша основная задача, которую мы видим на текущий год, это построение достаточно удобного инструмента для наших респондентов, для работодателей, который позволяет как участнику мониторинга, именно работодателю, не только что-то отдавать, что-то такое, заполнять какие-то анкеты, но и самим пользоваться этими результатами, например, посмотреть зарплату по региону, по каким-то профессиям или сравнить квалификации, которые используются у данных работодателей, которые есть на рынке труда или у других работодателей. Мы планируем существенно расширить источники информации для нашего мониторинга, подключить сюда и источники. Мы ведем переговоры с работой России, пенсионным фондом. В перспективе надеемся на взаимодействие также и с хэдхантером, другими рекрутерами для того, чтобы система мониторинга рынка труда вышла не только на спрос, но и на предложение, с тем, чтобы выйти в перспективе действительно на задачу построения баланса трудовых разрезей квалификации, а это является основной фишкой мониторинга, и приступить в 2021 году уже к построению прогнозных, полноценных прогнозов труда в разрезе квалификации. Ну и, собственно говоря, повторюсь о том, что наш портал уже доступен по адресу skillscanner.ru. Можно посмотреть те результаты мониторинга, которые мы проводили в прошлом году. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Коллеги, у меня просьба, у нас уже 30 минут прошло, у нас только два спикера выступили, да, поэтому, пожалуйста, я попрошу придерживаться все-таки регламента, потому как у нас еще и дискуссия, будут какие-то вопросы, обсуждения, поэтому, пожалуйста, прям посмотрите, у кого есть час-время, после того, как выступит моя коллега Жанна Михайловна Кадыло, директор Центра инициатив направления «Молодые профессионалы», вы знаете, что агентство занимается внедрением кадрового стандарта обеспечения промышленного и экономического роста. У нас есть регионы-лидеры, доноры лучших практик, и у нас есть, соответственно, накопленный опыт, такой банк практик, которые мы успешно делимся, потому как сейчас система профессионального образования активно перестраивается, и вы, наверное, Якутия точно была в числе тех лидеров, когда все начиналось, это были два Суфаровских края, Республика Саха-Якутия, которые были в начале пути, там, 7 лет назад, да, 8, даже в 12-м году, которые рискнули, не побоялись, начали перестраивать тему профессионального образования, сейчас тоже имеют свои плоды. Поэтому, Жанна Михайловна, пожалуйста, расскажите нам про лучшие практики, возможно, мы услышим среди них и дальневосточные. Уважаемые коллеги, добрый день. Я подготовила провокацию, можно сказать, минут начала дискуссии. Во-первых, я хочу, Михаил Петрович, вас поздравить с тем, что вот с учетом удаленной, у нас рекордное количество участия в августовках, в этом году, но я меняю моих коллег, потому что очень удобный режим. Первый раз слышу и вижу в программе такое большое количество поступлений, именно связанных с рынком труда. Это знак очень хороший, потому что, ну, это точно синергия, это раз. Два, это значит, что система профессионального образования, как минимум, она ориентируется на то, что действительно будет полезна гражданину, который в республике Саха-Якутия проживает. Да, не только получить компетенции нужные, а это будет способность применить их на рынок, если вы будете хорошо понимать тренды, понимать изменения и так далее. Поэтому мои поздравления, это очень круто. Второе, что я хочу сказать, почему, как я действительно сейчас слушала выступление, я фактически поменяла свою презентацию, я хочу очень быстро пройтись вот немножко по какому аспекту. То, что говорим мы про новые профессии, конечно же, то, с чем сталкивается система профессионального образования, здесь можно разделить на два момента. Первое, это то, что уже сегодня говорится, я так понимаю, будет говориться дальше, это действительно, которые в долгосрочной перспективе будут играть большую роль на рынке труда, да, и в которой будет обеспечивать он наибольшую зарплату. Здесь, конечно, выявление этих профессий и в системе профессионального образования вопрос очень сложный. Здесь и моделирование важно, но главное, что, несмотря на то, что система образования, ну, такого формального, да, даже вузовского, то есть этот цикл происходит еще меньший, по большому счету, переложить напрямую очень сложно, если мы поймем, а какая суперпрофессия будет перспективно через 10 лет. Второй тезиск – примпроизменение каких-то направлений деятельности в перспективе, там, условно, среднесрочной. Третий, 3-5 лет, когда система профессионального образования действительно может на эти вызов ответить. То есть, кроме, там, математического моделирования платформенных решений, о которых сегодня уже говорили, здесь крайне важно работать точечно, да, потому что в перспективе обычно эти профессии уже представлены, или, там, компетенции новые уже представлены на рынке труда просто в малом объеме. У нас, например, сейчас университет 2035 тоже, там, разработал уже свое решение по анализу вакансий, причем с таким, с элементами искусственного интеллекта, морфонтологическим, да, выявляют те профессии, которые, наоборот, ставлены, но почти не встречаются. Вот это важный элемент, когда мы с помощью математики и анализа большого количества вакансий можем выявить ниши, там, где уже новые стабилизии, но она еще не является востребованным таким массам, да. Вот это хороший сигнал для системы образования, особенно краткосрочной подготовки, когда эти тренды труда уже увидят. Это, вот это важный аспект, и особенно таких структур, как ЦОПы, или колледжи, или вузы, которые могут в коротком промежутке программы поменять, модули определенные, вот это важно, выявить те зоны, которые еще только зарождаются. Еще с точки зрения подготовки кадров, если мы говорим про систему профессионального образования, конечно, точечная работа с работодателем, потому что, если мы обозначаем предметом инвестиционный проект, который заходит на территорию регионов, или который уже действует предприятие, но внедряет свой инвестиционный проект, вот там вот в инвестиционных проектах есть те элементы деятельности, которые, может, еще вакансии не поменять, но работая с этими стейкхолдерами, как с инвесторами по определению потребностей в кадрах, здесь можно тоже в образовательных программах предусмотреть в системе такого формального образования, предусмотреть именно то, что ответят на запрос здесь сейчас, опять же, может быть, не массово, но, тем не менее, это точно адресная работа. У меня, к сожалению, нет вот такого слайда общего, поэтому презентации пока еще нет. Вот с точки зрения работы с кадров для инвесторов, и Хайкутия в том году у нас, да, участвовала активно в исполнении поручений Белоусова, мы делали не просто прогноз под инвестиционные проекты, мы делали с вами совместно кадровое обеспечение инвестиционных проектов, когда мы точно определяли не только прогнозы, но и только специальности, но также те образовательные организации, которые могут этим вопросом отвечать. Поэтому с точки зрения темы выступления лучшей практики, я считаю, что в республике Сахай-Якутия такие практики уже точно есть, и здесь даже учиться у других регионов можно и не учиться, но при этом смотреть другой опыт, например, такой, какой есть в Тюменской области, по кадрам под ключ и так далее, здесь уже можно. Теперь я перейду еще немножко к настоящему, потому что действительно ту аналитику, которая по рынку труда происходила, здесь вот очень... Сейчас, секунду. Я вот хотела как раз перейти к демонстрации экрана, почему-то я не могу найти свою презентацию. Ну, коллеги, у меня почему-то не открывается, я не понимаю, почему у меня не открывается презентация. Ну, давайте я тогда без презентации продолжу, чтобы не тратить наше время совместное, да? Или вот они открываются? Ну, ладно, не страшно, коллеги, я скажу тогда про другое. Про настоящее. Когда мы говорим про... Значит, из этого, из того, что я закончила, про лучшие практики, я тоже про подготовку именно кадров, наверное, в конечном выступлении рассказывать не буду, про лучшие практики. Они у нас точно есть в рамках кадрового стандарта, стандарта кадров очень промышленного роста, на wikirexstandard.ru, сейчас там пополняют практики. Есть хорошие, действительно, кейсы. Вы, я думаю, про этот ресурс прекрасно знаете, да, в Якутии, потому что сами были пилоты, мы сами свои практики описывали, поэтому в этом атмосфере можно изучить, база достаточно большая. Я хочу сказать про то, как еще маршрутизировать людей, которые получают профессиональное образование, или еще собираются его получать, или профессиональное обучение, или подготовку, или переподготовку, может маршрутизировать как раз на рынке труда, потому что это как некоторое окончание того цикла подготовки, которое с тем профессиональным образованием Республики Сапай-Кутия осуществляет. И это крайне... Но время, время, давайте заканчиваем. Да, я... Вот два предложения. Первое предложение связано с тем, что все, что мы говорим про индивидуальную подготовку, да, и карьерные траектории каждого отдельного человека, предусматривает некоторую сервисов, сервисность на рынке труда. И мы сейчас действительно видим достаточно большую, того, что человек находит свою занятость в абсолютно разных сферах. Кто-то выбирает самозанятость, кто-то открывает новый бизнес свой, да, кто-то в наемный труд, кому-то интересна работа фрилансера, и они пользуются разными инструментами. И те компетенции, которые они получают в СПО, или те компетенции, которые получают в ВУЗ, им нужно необходимо быстро применить. И на самом деле качество системы профессиональной подготовки, она будет в том числе отвечать тем запросам, которые на рынке труда существуют. Мы сейчас занимаемся вот этой тематикой тоже, начали активно прорабатывать сервисы на рынке труда для граждан и бизнеса. В этом отношении интересное решение, к сожалению, не открылась презентация, может быть, для Якутии интересна практика, но она, практика, на самом деле, реализовывалась на территории Ульяновской области. Но это проект частный, который называется «Школа удаленных профессий». Мы сегодня в первом выступлении слышали про удаленную работу. Для малых территорий, для удаленных территорий удаленные занятые, с учетом технической обеспеченности, она может быть на первом месте. Поэтому подготовка к удаленным профессиям, то есть, с одной стороны, выбор тех профессий, которые можно удаленно работать, во-вторых, столько людей, да, и как-то погружение в эту деятельность, связанную с характером работы, с soft skills'ами, которые для этого нужны, и так далее, тоже крайне важны. И для системы там тоже является некоторым вызовом. Возможно, что необходимо предусмотреть в системе профессиональной подготовки такого рода модуль. Вот такого проекта посвятительского плана уже есть. И думаю, на территории, сколько Сахай-Кути будет очень интересно. Да, есть сейчас много сервисов для трудоустройства выпускников. Тоже у нас там, допустим, есть проект факультета, который сейчас многие регионы применяют. Здесь тоже точечное взаимодействие каждого студента в зависимости от его компетенций. И тот запрос бизнеса, работодателя, который сейчас есть, который предусматривает, в том числе, разный характер работы, да, и временную занятость и так далее. То есть вот это совмещение, с одной стороны, требований к деятельности, с другой стороны, разные формы занятости, они подъявляют, конечно, всем профессионального образования, мне кажется, повышенный интерес, да, кроме того, что готовить всегда надо быстро и качественно, вот. Ну и в конце тогда, раз время закончится, я с одной стороны прорекламирую форум, который мы сейчас запустили, да, сбор идеи агентства стратегических инициатив, с другой стороны, я это прорекламирую, ну и, конечно же, если есть у республики в целом, у коллег, которые с нас сейчас слушают какие-то идеи, мы приглашаем, мы всегда рады и открыты, но больше я сейчас хочу обратить внимание вас больше на это, как на исток идей, потому что, посмотрев даже на платформе, там по многим трекам новой компетенции, например, рынок труда, можно найти колоссальное количество проектов, которые сейчас действительно могут в деятельности по развитию системы профессионального образования, по развитию рынка труда и по всем этом основным показателям, которые перед республикой в этом отношении стоит. Поэтому с точки зрения участия в форуме, да, IDSC.ru, и при этом как источник вдохновления новых идей. Вот, спасибо. Спасибо, Жанна Михайловна. Мы ждем ваших вопросов. Если вопросов нет, то, наверное, ничего не понятно, либо наоборот, мы невнимательно слушаем. Пожалуйста. Я еще раз хочу попросить, мне кажется, что в марте и апреле было простительно, что мы не умеем пользоваться зумом и отключать звук. Но сейчас это может сделать каждый, если это мобильный телефон на устройстве внизу, слева, так же, как и на коллеге. Пожалуйста, очень сильно мешает любой звук, любой шорох, когда говорит спикер, кажется, что, соответственно, говорит несколько человек. Если даже вы просто какие-то делаете действия, это все слышно в микрофон. Еще раз хочу попросить, пожалуйста, убедительно, соблюдайте вот эту цифровую гигиену, которую нас приучил, соответственно, вид 19. Я дальше на, соответственно, на фоне того, что выступила Жанна Михайловна, Жанна Михайловна как раз родом из Татарстана, передаю Софье Львовне Танканок слово, и мы бы хотели бы услышать, как вот складывается ситуация труда Республики Татарстан. Безусловно, мы знаем, что сейчас последствия ковида-19 видны нам пока не вооруженным в глазах, все видят количество людей, рынок труда, говорят эксперты, что в 2021 году последствия будут намного сильнее ощутимы. Послушать Республику Татарстан, потому как всегда это инновационные методы, инновационные способы решения вопросов в любой сфере. Пожалуйста, Софья Львовна, передаю вам слово в Татарстан. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я демонстрацию на полный экран. А можете погромче, Слофья Львовна, говорить, потому что как-то вот звук так уходит. Да, я попробую вот так. И, пожалуйста, 7 минут придерживайте. Да, демонстрация получилась на полный экран? На полный нет. Там вам нужно зайти, посмотреть, полный экран вам предоставить. Так, к сожалению. Нет, не работает. На F5 нажмите, пожалуйста. Уже F5 неоднократно нажала. Оптимизация для полноэкранного просмотра. Нет, ну, к сожалению. Давайте так оставим, пока вы будете комментировать. Давайте пока оставим. Вообще рынок труда Республики Татарстан до последнего времени характеризовался положительным и уровень безработицы у нас был не более чем полпроцента от численности рабочей силы. И наблюдался постоянный спрос силы. В экономике было занято около 2 миллионов человек. Это почти 86% трудовых ресурсов республики. Резкий рост безработицы в результате пандемии, наверное, наблюдается во всех субъектах. И почти заявление было подано с апреля 2020 года на постановку на учет в качестве безработных. Уровень безработицы в Республике Татарстан сегодня сравнялся фактически с уровнем безработицы по моду и составляет процента. Численность безработных в Республике Татарстан 79 тысяч человек. Эффициент напряженности на рынке труда 0,5%. На этом слайде у нас структурный состав безработных граждан. Мы видим, что это как и везде в основном работники после 1 марта потеряли работу 33% из тех, кто сегодня состоит на учете. Но тем на рабочую силу в Республике Татарстан сохраняется. Работодатели заинтересованы в закрытии вакансий и им стабильный спрос. И к окончанию года мы ждем, что численность безработных уменьшится практически вдвое и составит не более 40 тысяч человек. Особенное внимание в Республике уделяется именно трудоустройству сохранению и трудоустройству и содействию занятий выпускников учебных заведений, выпускников вузов и СУЗов Республики. В Республике очень широкая сеть и учреждений высшего образования и профессиональных образовательных организаций. На рынок труда ежегодно выходит порядка 5 тысяч выпускников вузов и порядка 17 тысяч выпускников профессионального образования. учреждения соответственно мы ставим себе задачу первое чтобы выпускники профессиональных образовательных организаций вузов Республики находили работу желательно полученной специальности и безусловно в первый год после окончания обучения. Чтобы работодатели получали именно те, которые им нужны и тратили минимальное количество ресурсов до уже доучивания, переучивания вновь поступивших к ним на работу именно под конкретное рабочее место. И естественно что финансовые средства бюджета Республики Тарстан расходовались системой профессионального образования максимально эффективно и чтобы выпускники приходили в службу занятости для того, чтобы повторно уже проходить наши краткосрочные курсы по переподготовке и целях дальнейшего трудоустройства. Поэтому в Республике с 1999 года действует система потребностей подготовки кадров, но она естественно на протяжении этих 20 лет неоднократно изменялась, корректировалась и совершенствовалась. Это выглядит следующим образом. ежегодный процесс, когда происходит прогнозирование кадровой потребности работодателей Республики на предстоящие 7 лет. Отраслевые министерства прогнозируют потребность по отрасли, по крупным и средним предприятиям. муниципальное образование по организации среднего бизнеса. Ежегодно Министерство экономики готовит и утверждает на приносит в правительство для утверждения на уровне Кабинета Министерства Республики Торстан перечень предприятий, которые наиболее значимы для экономики Республики и для каждого муниципального образования, которые в наибольшей степени влияют на общий объем потребности Республики в кадрах. В соответствии с этим перечнем отраслевые министерства опрашивают свои крупные и средние предприятия, муниципальные образования опрашивают малый и средний бизнес. Центр населения вносит свой вклад, они прогнозируют, вносят в общую базу о потребности в подготовке новых инвесторов, которые приходят в муниципальное образование. далее весь блок потребностей поступает на согласование администерства экономики Республики . после чего это делается в продукте, у нас есть программный продукт, мониторинг деятельности бюджетных учреждений и все формирование происходит в этом программном продукте. После того, как потребность поступает уже к нам в Министерство Трудозайм и Социальной Республики Торстан происходит более ювелирная работа фактически в ручном режиме. Мы формировали заказ на подготовку кадров. Если очень кратко, государственный заказ на подготовку кадров это сведения о потребности, из которых исключены все профессии и специальностей и всех объемов, которые могут быть подготовлены в федеральном бюджете за счет личных средств граждан, за счет средств работодателей. Государственный заказ на подготовку кадров за счет бюджета Республики не может превышать объема прогноза потребности подготовки кадров по соответствующим специальностям образовательным программам. И далее происходит уже процесс совмещения государственного заказ на подготовку кадров и контрольных цифр приема студентов в каждую образовательную организацию. Министерства, которые являются учредителями образовательных организаций, при формировании своих конкретных приема студентов по подведомственной сети образовательных организаций имеют право в соответствии с постановлением правительства Республики Тарстан включать цифры приема профессии и специальности вошедшие в потребность подготовки кадров и в объемах не превышающих объемов заказа больше чем на 15% по всем профессиям кроме специальностей укрупненной группы инженерные дела, технологии технических и сельских хозяйств и сельскохозяйственной наук по этим укрупненным группам контрольные цифры приема студентов могут превышать объем государственного заказа на 50% Софья Львовна надо двигаться к завершению соответственно контрольные образовательные организации не могут принимать на обучение выпускников по невостребованным рынкам труда профессии специальности кроме того есть еще параллельный инструмент уже на этапе последнего года обучения когда у профессиональных образовательных организаций республики по соглашению с органами службы занятости за три месяца до выпуска примитивно учебные заведения направляются в центры занятости населения конкретно по фамилии списке выпускников которые имеют риск нетрудоустройства потенциальности 13 тысяч выпускников мы уже в состоянии на первое мая знали что читать три выпускника имеют риск нетрудоустройства и службы занятости с ними уже привитивно предметно работает без постановки на учет работы вот наверное кратко это тот опыт работы которая позволяет в республике Санкт-Петербург обеспечить уровень простого выпускников профессиональных оборудовательных организаций по полученной специальности первый год после окончания обучения 64% а для выпускников вузов это 53% я благодарю уважаемые коллеги за я готова ответить на вопросы благодарим вас Софья Львовна коллеги не забываем вопросы оставлять в чате также не забываем отвечать на вопросы где результат уже будет озвучен в конце нашей дискуссии пожалуйста пишите комментарии очень содержательная такая работа центра занятость приятно слушать потому как это для нас такое слово знаете межведомственное сочетание межведомственное взаимодействие по прогнозированию потребности кадров это достаточно редко услышишь от центра занятости обычно центр занятости свое образование свое и так далее мне кажется учиться надо не только республике Исаха Якутия которая пригласила вас выступать но наверное и всем коллегам дальневосточникам я думаю что мы вас еще пригласим на мероприятие это будет очень интересно спасибо большое коллеги задайте вопросы если есть Софья Львовна будет готова ответить спасибо вам огромное коллеги есть очень важная фраза что учебные заведения не могут принимать по невостребованным профессиям мне кажется что регионам надо взять тоже на вооружение потому как у нас в регионах сейчас губернаторы начали делать многие и увидели ситуацию о том что действительно с этим ковидом 19 есть профессии которые не будут уже востребованы в ближайшее время но продолжают их учить конечно нужны волевые решения глав субъектов если там республика Саха Якутия там на ряд других регионов по этому пути пойдет я думаю что в принципе мы в ближайшее время тоже практики масштабировать как в республике Татарстан коллеги а я хочу передать своим коллегам которые тоже занимаются развитием слово агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике у нас уже даже Арктика прибавилась пока мы работали за 8 лет ими был разработан такой навигатор востребованных профессий и путеводитель соответственно по рынку труда в нашем федеральном округе вы знаете что наш федеральный округ это треть России мы занимаем ну сносительно далеко от третьей поэтому сложность в том что нам надо посмотреть как применить разные методики которые могут быть востребованы в Магадане на Камчатке во Владивостоке или в Хабаровском крае пожалуйста я хочу передать слово руководителю проектно-аналитического отдела агентства Елена Соболева пожалуйста расскажите нам что это за такой навигатор профессии зачем он нужен и в первую очередь кому он нужен работодателям или школьникам или выпускникам или наоборот те кто поступает в колледж пожалуйста да да Ольга спасибо вам коллеги всех приветствую если можно презентацию вывести на экран Евгений вы сами можете включить презентацию да 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 хорошо я тогда сейчас запущу демонстрацию экрана да спасибо большое еще раз я представляю агентство развития в Дальнем Востоке и наша деятельность координирует мы Восток Развития в части рынка труда навигатор востребованных профессий это вот один из наших первых таких плагов которые мы запустили еще в 2016 году сейчас у нас уже седьмое издание навигатора вышло в июне месяце я вот о нем действительно навигатор это такой своеобразный путеводитель по рынку труда по востребованным профессиям по навыкам и компетенциям будущего в первую очередь он востребован у нас у школьников у абитуриентов у нынешних студентов которые думают правильно или неправильно поступили правильно или неправильно будет развиваться там их компетенции навыки будут ли они востребованы в будущем но наша задача основная и самая большая то чтобы человек поступая в определенную образовательную организацию понимал будет он востребован в свое окончание или не будет мы стараемся работать в направлении профориентации молодежи на рынке труда навигатор у нас сформирован по 9 ключевым отраслям экономики в ней представлена достаточно инфографичном стиле информация по рынку труда по всем регионам Дальнего Востока то есть любой пользователь в том числе кабитуриент и родители его могут изучить посмотреть где сейчас точки роста будущего рынка труда где какие отрасли преобладают заработная плата в каком размере и так далее то есть первое это рынок труда и его перспективы я здесь в примере слайды сделал чтобы вы понимали то есть навигатор он на порядка 40 таких слайдов и можно его скачать на нашем сайте на сайте агентства там есть вкладка навигатор можно скачать и ознакомиться вот так в электронном виде самый большой вопрос как мы собираем информацию для навигатора очень много сегодня было сказано именно о сборе и прогнозировании кадровых потребностей предприятия такая работа у нас тоже ведется в соответствии с постановлением правительства это у нас с квартального года мы собираем кадровую потребность работодателей Дальнего Востока сначала мы это делали в ручном режиме поняли что так работа достаточно трудоемкая и ресурсозатратная поэтому у нас сейчас все достаточно такое в электронном виде автоматизировано есть специальная платформа куда работодатели вносят их потребности до 2025 года и детализация там до уровня конкретной квалификации мы видим кто нужен в каком регионе в каком году конкретного специалиста мы там видим по итогам сбора 2020 года более 100 тысяч новых рабочих мест в 2025 году у нас появится на Дальнем Востоке и характерная такая достаточная тенденция это сказать в том что 70% это среднепрофессиональном образовании мы видим что хардскил так называемые они все-таки пока преобладают у нас вот в навигаторе можно спуститься на уровень ниже до конкретной отрасли и посмотреть в каждом регионе уровень занятости уровень оплаты труда посмотреть какие и посмотреть одни из примеров проектов которые будут реализованы в этом регионе посмотреть какие профессии представлены в таком виде мы показываем что вот эти профессии будут востребованы приводим примеры учебных заведений где можно получить соответствующую специальность понятно что отразить все невозможно но мы в качестве примеров приводим и показываем где можно обладеть какой-либо специальностью в завершении навигатора мы ориентируем молодежь на то как правильно подготовить себя на поиску работы то есть как правильно написать резюме какие вещи стоит или не стоит указывать как правильно определиться где кто хочет работать как правильно трудоустроиться куда какие типичные ошибки есть при трудоустройстве и как их не совершать то есть это такой профориентационный блок в профессии вот ну и в завершении скажу что навигатор у нас обновляется систематически то есть раз в полгода мы его обновляем это уже седьмое издание повторюсь мы видим каким образом рынок труда Дальнего Востока меняется какие компетенции навыки становятся все более востребованы видим что сейчас очень активно развиваются резиденты ТОР и СПВ определенные экономические механизмы на Дальнем Востоке как вы все знаете вот и им тоже нужны рабочие руки рабочие специальности но что касается профессии будущего можно вот с уверенностью сказать что все будет на стыке не стоит забывать про софт скилл сотрудник будущего он очень гибкий он может и обладать и софт и хард и во временном нескольким процессом вот блок про будущее навыки и компетенции тоже есть в навигаторе тоже можно изучить посмотреть вот а что касается основной информации которая на основе которой мы это делаем повторюсь что это ключевой вопрос это сборы прогнозирования кадровых потребностей все об этом говорят я вот хочу еще раз зафиксировать что это действительно важный вопрос сейчас в агентстве есть такая система сбора кадровых потребностей в конце года мы внедряем именно прогнозирование то есть на основе собранной информации мы будем строить детальный прогноз по уровню подготовки кадров 2025 года вот в принципе с каждым из регионов Дальнего Востока мы это проговаривали коллеги тоже вот скажут про работу насколько я понимаю все про улиц ну просто приглашают всех к сотрудничеству агентства открыто для взаимодействия по любому из вопросов представленных вот и по прогнозированным кадром спасибо за внимание спасибо коллеги я думаю что дальневосточникам точно это может быть актуально посмотрите пожалуйста есть вопросы я думаю что мы можем задать в чате все так же чат есть соответственно вот какие механизмы используются для сбора информации и подумайте мы после дискуссии как раз ответим на этот вопрос коллеги мы перед тем как передать слово предпринимателям да инвесторам крупным я всегда правильно понимаю что мы всегда хотим про систему образования всем все рассказать а все интересно нам все таки конечный потребитель этого всего это безусловно являются коллеги наши друзья предприниматели которые обеспечивают рабочие местами для кого готовятся перед этим я хочу слово передать Борису Георгию Ивановичу руководителя отдела программ мониторинг от труда государственного комитета республики Саха Якутия по занятости населения как Якутия переживает этот кризис как она пережила 3 месяца и каков прогноз подготовки и потребности вообще кадров экономики и в чем вы видите обновление какова будет ваша тема обновления подготовки кадров пожалуйста 7 минут я очень прошу вас уложиться Георгий Иванович пожалуйста спасибо 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 я тоже коротко по указанной теме дам информацию в республике Саха в настоящее время прогноз потребностей экономики до 27 года он утвержден распоряжением правительства в 18 году номер 38 Р распоряжение вот этого прогноза ежегодно нами согласовывается проект решения правительства по распределению контрольных цифр приема образовательным организациям для того чтобы объемы подготовки и направления подготовки соответствовали потребностям и кадрах этим же документом утвержден перечень востребованных и перспективных на рынке труда профессий специальности и направлений подготовки требующих среднего образования и высшего образования вот этот прогноз в свое время был разработан на основании данных 789 предприятий которые действуют на территории республики Саха-Якутия по 16 видам экономической деятельности и общая потребность республики составляла по 11 тысяч рабочих человек из них 29 процентов с высшим образованием и 70 соответственно со средним проф обучением и по в разрезе рабочих профессий из этих 71 процента 62 процента по рабочим профессиям и среднего звена 38 процентов потребность дальше потребность кадров в компаниях компаний инвесторов реализующих инвест проекты на территории порядка 32 тысяч человек наиболее востребованными направлениями являются такие сферы как горное нефтегазовое дело технология наземного транспорта электро и теплотехника наибольшая потребность конечно промышленности у нас в республике она очень развита это порядка 27 тысяч человек строительства 22 тысячи далее и тут здравоохранение образование порядка 10-11 тысяч и дальше сельское хозяйство культура сфера ЖКХ энергетики и связи и информатизации 3000 человек ну и для того чтобы она на потребности оставалась актуальной мы ее должны ежегодно обновлять в целях вот этого сейчас республикой ведется разработка и запуску новой информационной системы прогнозирования потребностей в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития республики и в начале сентября мы планируем организацию обучающих семинаров по работе в новой информационной системе при формировании вот этого прогноза кадровой потребности ну и уже на основании вот этой системы мы будем уже получать и на основании данных согласовывать и рассматривать контрольные цифры приема объема направления подготовки кадров и сейчас госкомитетом занятости разработан конкретный регламент работы тоже как взаимодействовать с отраслевыми для того чтобы провести опрос работодателей чтобы заполнить информационные системы для того чтобы она корректно подготовила для нас сформировала прогноз потребностей баланс трудовых ресурсов ну и основание спроса и предложения профессиональных кадров она должна нам дать оценку именно по подготовке профессий по конкретно по профессиям специальностям какие специалисты должны готовиться в учреждениях обучения образования вернее кратко у меня так если будут вопросы конечно отмечу спасибо большое георгий коллеги все так же у нас активен наш чат пожалуйста задавайте вопросы я вижу там есть мнение комментарий по итогам некоторых спитеров на выступлении а сейчас вот как раз интересного для чего вообще-то вся система работает мы понимаем что она работает для крупного бизнеса для среднего бизнеса для инвесторов которые являются предприятиями каждого региона и я хочу передать слово начальнику отдела по работе с персоналом якутского филиала компании полиметал которая входит топ-5 производителей золота и топ-5 производителей серебра в мире Денис Сергеевич пожалуйста поделитесь с нами какова ситуация вообще кадровой политики как вы работаете в публике именно Саха-Якутия и какие есть прогнозы уже ли лучшие практики чем вы будете заниматься и отразилась ли ситуация с ковидом на вашем уважаемые коллеги доброго дня кадровая полиметалла не только согреблена нормативными документами но такие направления как текущая кадровая работа мероприятия по развитию персонала и квалификации мероприятия по решению социальных проблем успешно реализуются компания на практике сегодня предлагаю на одном из инструментов кадровой политики да именно кадровое планирование после разработки и принятия инвестиционного проекта строительства золотой республики на участке Межданинский и подготовки штатного расписания остро стал вопрос где нам взять столько не только квалифицированного а это 300 человек рабочих специальностей ну и местного персонала так как между компанией и правительством республики заключено соглашение от и кроме того где нам найти столько сотрудников со специфическими профессиями золотодобывающей области такие как квотатор сушивщик машинист мистероспорщик и агентов ну и так далее строительство фабрики и множество для полиметалла таких проектов было уже несколько и не только в России но каждый раз вопрос в подборе персонала встает очень остро и является очень проблемным кадры решают все это не только но и очень жизненное выражение на предприятиях полиметал сотрудники со всей России но проанализировав в 2018 в 2017 годах рынок труда Якутии руководство компаний пришло к выводу что специалистов необходимых для компании очень мало а по некоторым их практически нет и чтобы выполнить условия по привлечению местных кадров возможно это только при разработке перспективных точных программ привлечения обучения персонала в 2019 году совместно с министерством образования республики на базе горно-геологического деятельности Хантыка было организовано обучение по направлению обучения полезных компаний программа обучения была разработана с учетом мнения специалистов компании и рассчитана на 3 года окончание обучения ждем в 2002 году и соответственно в трудоустройство этих специалистов сотрудники компании не только входят в состав экзаменационной комиссии которая принимает экзамен у студентов но и прохождение практики на участки ждания непосредственно на будущих рабочих местах в этом году совместно с министерством образования республики по занятости населения республики и среднеспециальными учебными заведениями такими как икутский кибернопромышленный техникум верхоядский номер профиль на лице и биологический техникум были разработаны программы по обучению не занятого населения таким профессиям которыми отходили золотоизвлекательные фабрики ну и соответственно дальнейшим трудоустройством выпускников обучение планируется краткосрочное выпуск студентов как раз начало работы памяти ну и кроме того на предприятиях полиметалла трудятся и проходят практику студенты всевосточного федерального университета ну и практикантов мы стараемся в дальнейшем конечно трудоустроить ну и в заключении отлиц выражаю благодарность за всестороннюю помощь Министерству образования республики комитету занятости и тем среднеспециальным учебным заведением с которым мы работаем надеемся на дальнейшее тесное благотворное сотрудничество и только для компаний и только для республики для страны социального благодарю за внимание готов ответить на ваши вопросы спасибо большое Денис Сергеевич да очень приятно слышать что вы в тесной связке с правительством работаете с учреждениями это очень важно всегда для региона потому как вы даете рабочие места еще вот всегда понятно как двигаются большие компании корпорации да у них есть возможность варьировать у них есть бюджеты и так далее у нас есть еще коллеги вот идем к обсуждению вопросов из чата у нас есть еще коллеги небольшой бизнес малый средний для республики Саха-Якутия коллеги Томская Татьяна Викторовна и Неустроев Мичил Спартакович Татьяна Викторовна пожалуйста вы расскажите нам вот ну там буквально минуты выскажите свои комментарии а как вы сотрудничаете происходит ли вот вот эта синергия правительства да республики чувствует малый бизнес потому что мы знаем что у малого бизнеса очень часто нет возможности готовить кадры как здесь у вас выстраивается сотрудничество в республике Татьяна пожалуйста вам слово так добрый день уважаемые коллеги да я послушала всех специалистов сегодня экспертов очень хорошие на самом деле очень полезные платформы о которых говорили сегодня да о том что можно онлайн посмотреть мониторинг рынка труда и пути смотреть какие профессии востребованы даже вплоть до уровня средней заработной платы по категориям отраслей можно посмотреть в самом деле идем много со временем и я рада что и агентство человеческого по человеческому капиталу и наши все филиалы ОСИ и все министерства правительства разработками хочу представиться меня зовут Татьяна Томская я 12 лет возглавляю якутский кадровый центр статус это кадровое агентство кроме малый бизнес клининговое агентство и детский центр есть поэтому я в принципе общаюсь с общественными на общественных началах с малого среднего бизнеса и в части так скажем ну кадровой политики в Якутии на самом деле я думаю что я общаюсь с коллегами не только в Якутии но и по России к сожалению из 10 человек которые не только в кадровой агентстве но вообще к нам на наши вакансии эти специалисты которые заполняют анкеты всего 1-2 человека более-менее мы можем ну на воронке как говорится рекрутинга направить на собеседование вообще по каким-то компетенциям более-менее более или менее подходят на наши вакансии начиная от элементарных от менеджера по работе с клиентами заканчивая бухгалтерами это на месяц в принципе любая любая даже любая вакансия поэтому что хочется сказать на самом деле у наших выпускников вузов конкретно так как мы рынок труда Якутия покрывая так скажем они к нам приходят выпускники мы подбираем персонал к сожалению наши выпускники вузов в части IT специалистов идет большая нехватка к сожалению или к радости можно сказать очень хорошо разобрается эта отрасль в Якутии но специалистов того уровня и тех компетенций которые нужны их очень большая нехватка в части на данный момент в Якутии я думаю что это и в России в том числе в Якутии стоит остро вопрос в строительной сфере за счет того что так скажем специалисты сбежья и центральная Россия в связи с пандемией они не могли заезжать в новые партии выявилась такая потребность и остро стоит вопрос так скажем в строительной сфере вообще рабочих кадров рабочих специальностей и в добывающей промышленности это же даже проблема и в лесной промышленности то есть ну в компании разных уровней их малый и средний и крупный бизнес к нам обращаются в части что не хватает какая проблема да ну вообще малому среднему бизнесу чего не хватает не хватает элементарно софт скиллса то есть тех человеческих качеств специалистов компетенции татьяна мы вас не слышим вы пропали так подскажите татьяна с нами или она вышла выпала из нашего чата а пока татьяна мы вас не видим не слышим можете услышим вас алё-алё да слышно да да сейчас не слышно да да и в заключение хотелось бы сказать что в принципе малому среднему бизнесу чего не хватает да им не хватает обычных специалистов без разницы на самом деле с каким образом профильным непрофильным им не хватает вот этих компетенций как софт скиллсы то есть вот тех мягких навыков компетенций которые нужны для быстрой обучаемости специалиста которые идут и работают с людьми ну это очень большая на самом деле проблема в кадровой политике я думаю в России поэтому но в большинстве случаев наши вузы и СУЗы этому не учат они дают профессиональные компетенции а вот к сожалению софт скиллс это вот немножко страдает спасибо спасибо в целом так пожалуйста Мичилл Спартакович пожалуйста можно послушать вас две-три минуты добрый день коллеги дополнить то что сказала Татьяна я как раз являюсь руководителем IT-компании и вот проблему нехватки IT-специалистов на самом деле такая проблема немножко можно ее глубже посмотреть вот сейчас на территории региона есть определенные компании которые уже как мы допустим уже существуют и вот наши специалисты некоторые они уже так скажем есть те кто с самого начала они компании которые получили то образование которое возможно было специально направлено для тех кто останется работать а я сам обучился по программе целевой подготовки в Санкт-Петербурге вернулся сюда но у меня специальность по мере программист еще иннователь более как бы наукоемкий проект и я не смог здесь найти работу я основал свою компанию и всех специалистов которые были так скажем уже на рынке всех расхватали но оставались те кто уже так скажем были со мной знакомы с одной сферы соответственно в первую очередь я зову их а вот насчет подготовки новых специалистов как бы мы не хотели проводили различные хакатоны участвовали в различных программах и так далее всегда нам приходится воспитывать своих специалистов то есть как раз таки и хардскил и соткил они все получают бывали такие случаи когда приходит действительно как бы хороший специалист который может от себя внести новую лепту для компании применить свой хороший опыт но зачастую он не мог полностью реализовать потому что он немножко приходит таким поменявшимся понятием что такое допустим и так далее то есть это специалисты которые больше заточены на фриланс и которые могут работать на бирже сидя дома допустим да вот работать который идет на рост причем в быстрых темпах они к сожалению не могут спасибо большое самая отрасль конечно она такая с одной стороны стремительно развивающаяся с другой стороны правильно вопрос в том что большая часть работает на фрилансе с любой точки мира с любыми компаниями конечно и это в этом есть сложность я согласна с вами но опять же эксперты делятся на то что через лет 5 не будет столько нужно по прогнозам а кто-то говорит что каждый год будет все больше возрастать цифра до нескольких миллионов эти специалисты то есть есть раз экспертные опять же но это суждения такие которые в принципе у нас на площадке агентства происходят спасибо большое коллеги я понимаю мы ближемся к завершению уже мы будем подводить итоги я хочу спросить организаторов мы можем какие-то вопросы уже вывести на экран если у нас такая возможность или мне их читать их соответственно немного по большей части это комментарии хочу сразу сказать коллеги по презентациям я правильно понимаю то их перешлют или ссылки вышлют всем особенно презентацию Татарстана запросили это первое и второй момент очень важный это наверное самое важное Жанна Жанна Михайловна озвучила по форуму действительно коллеги есть сейчас возможность до 10 сентября мы продлили прием заявок да потому что форум пока перенесен и мы рассчитываем что если у вас эти идеи есть их действительно можно будет эти идеи если мы доведем до совершенства озвучить соответственно главе государства и кто знает может быть это перевернет в том числе то направление о котором вы заявите вы наверное знаете у нас был лидер проекта Марина Ракова которая была заместительной министра просвещения пришла к нам общественный представитель потом лидер проекта квантуриумов казалось что это несбыточная мечта но сейчас есть программа определенная есть квантуриумы в каждом регионе а также есть программа до 2024 года что квантуриумы при общении к техническим специальностям в городах до 60 тысяч должен быть бесплатно можно детям попробовать соответственно новые технические специальности в такой современной среде поэтому всегда есть возможность главное быть лидером этой идеи поэтому пожалуйста подавайте заявки на сайт коллеги организаторы я задаю вам вопрос мы выводим вопросы или мне их читать из чата вопрос из чата предлагаю зачитывать вопросы из чата хорошо коллеги значит я вот не вижу таких вот глобальных каких-то вопросов пока и татарстана дальше соответственно есть предложение как думаете какие идеи можно перенять у татарстана вот коллеги я думаю что у вас точно есть возможность перенять далее что у нас еще есть про форум я вам значит презентацию татарстана я думаю что коллеги перешлют ссылку на навигатор предоставили да тут был вопрос как вы собираете Евгений на обновление навигатора и как материалы да собираются но как часто не обновлять таким сходом можете да 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 конечно обновляем мы навигатор раз в полгода из источников то есть мы собираем кадры у потребности предприятий смотрим кто в каком количестве где нужен также смотрим инвестиционные проекты которые будут реализовываться на ближайшие 3-5 лет смотрим статистику конечно же то есть на основе Росстата мы смотрим все ключевые показатели там среднесписочную численность предприятий зарплаты вот и после этого мы смотрим каким образом будет расти занятость в конкретной отрасли то есть смотрим сколько сейчас там работает и планируем очищать точных мест вот источников несколько также плюс внутреннюю наша экспертная оценка есть то есть мы смотрим каким образом кто чуть быстрее кто чуть медленнее и получается таким образом навигатор спасибо большое коллеги тут значит такое осуждение что по выступлению Евгения Александровича видно что работа на дальней стойке очень выгодна что думаете если у кого-то есть мысли можете поделиться вот дальше слова благодарности опять республики Татарстан да хорошая практика полиметалла пример реальных успехов в проекте местные кадры в промышленности был вопрос я видела как сказалось пандемия на деятельность полиметалла и пишут что вроде бы не останавливали производство Татарстан Денис Сергеевич есть какие-то последствия пандемии или в принципе они на вас не сказались коллеги ну на деятельности полиметалла конечно прошло отражение на всех отраслях наших и не только промышленности на всех отраслях сферы деятельности ну в основном это касалось да на увеличении срока нахождение на вахту потому что ну во первых это сейчас разрешено законодательно да во вторых у каждого не имеют свои проблемы в это время и так далее но мы справляемся мы живем мы работаем мы не останавливаемся все так же продолжаем работать я вижу вопрос был сколько процентов местных кадров из Якутии работают нашей компанией сейчас уже свыше 30 процентов но мы работаем над этим чтобы как можно больше сотрудников было из Якутии во первых это экономически выборная компания не ввести местных из других регионов а брать местных жителей но опять же повторюсь очень мало квадрифицированных кадров поэтому отправляйте своих детей на рабочие профессии на рабочие специальности но не только детей отправляйте своих мужей знакомых и так далее как говорил в этом году мы планируем набор средне-специальные учебные заведения как Якутика так и поселка Хангель все в ваших руках спасибо спасибо большое коллеги вот вопросы на этом закончились есть еще вопросы можно поднять руку у нас буквально есть пять минут и мы наверное попросим организаторов пока если вопросы есть мы обсуждаем подготовить получилось по итогам наших опросов которые мы задавали напомню какой у нас там был вопрос я извиняюсь какой совет вы бы дали молодежи на что следует ориентироваться при выборе профессионального пути на свои интересы это наверное ключевое скорее всего востребованность свои способности то есть коллеги да все-таки мир немножко меняется и сейчас невозможно ориентироваться на все-таки ориентироваться на свое внутреннее состояние слушать себя давить на способности пробовать ошибаться на хобби и так далее такой вот центричный мир который настраивает пункт по итогам нашего опроса он хочет сказать о деятельности нашего центра и в части того что как все-таки будет у нас прогнозировать потребность что у нас есть разные опыты в регионах по поводу того что республика следует принять опыт Казахстана могу сказать о том что у нас есть наш центр переезжающий процесс готовки мы создали буквально в прошлом году основную деятельность мы начали в этом году и одним из направлений кроме проформиницией и образовательного создания предприятий программ и обучения населения у нас есть анализ и прогноз эффективных профессий соответствующих ключевых конкуренциям на рынке труда не только республики но и российском и норовом то есть для этого мы в течение этого и следующего года будем внедрять информационно-аналитическую систему на базе нашей цифровой платформы где значит мы будем создать такой синдиоз анализа статистических данных да вот как сказали варчика да исследований открытых данных компаний аналитических центров накладывать сверху то есть экстраполяцию проводить мировых трендов в экономике и таким образом формировать базу данных и определять все востребованные профессии востребованные компетенции нашей республики да это вот как первый этап далее мы также программируем вести глубокий анализ реакциумов образований когда жанра подчеркивала желательно готовить кадры которые в принципе уже устаревают вот кроме того наш центр нацелен на то чтобы заняться стейкхолдерами вовлекать предприятие в процесс подготовки и переподготовки кадров также возможно какая-то переориентация выпускников на посредние курсы на требования работодателей то есть мы понимаем что когда мы сейчас строим прогноз мы работодатели дать распад на ближайшие 3-5 лет но к тому моменту когда наши выпускники выпускаются заканчивают по теме специально работодателей этих рабочих уже не оказывается то есть выпускник на выходе уже работодателю не нужен соответственно важно на предпоследних курсах уже передавать переориентацию этим ребятам возможно там софт-скил подключать да быстро переподготовить ребят свежим каким-то навыкам востребованным сейчас для этого у нас в центре разрабатываются короткие программы которые нацелены на то чтобы обучать в будущем 3-6 месяцев вот таким вот образом центры опережающих профподготовки намерят строить работу для того чтобы наши ребята наша система профобразования подготовки кадров рабочих профессий шла наравне тенденциям и наши ребята соответствовали требования работы на тебе спасибо коллеги пожалуйста Софья Львовна благодарит за приглашение мы очень воспользуемся обязательно вашим опытом коллеги мы будем завершать и поблагодарить участников экспертов за такое конструктивное подотворное сотрудничество также за интересные доклады обещают выслать презентации доклады в том числе спикеров и еще раз хочу поблагодарить активных участников тех кто сдал и пожелать успехов в подготовке кадров коллегам из тех кто готовит кадры и предпринимателям соответственно работать в тесной связке с республики Саха-Якутия хочу пожелать такого же темпа который они набирали набирают соответственно мы у них учимся тоже регионы Дальнего Востока и хотим чтобы не только республика Татарстан звучала лучшими практиками по всей стране но и соответственно наши регионы и республики Саха-Якутия я думаю что есть на это коллеги мне подсказывают организаторы что можно внести свои предложения отзывы направив на соответственно сайт Центра опережающей профессиональной подготовки вы видите seo2p14.ru ну и также инстаграм спасибо большое было очень приятно Татарстану спасибо Москве агентство капитала и всем коллегам из Якутии спасибо большое Жанна Михайловна вам отдельное спасибо до свидания до свидания всем спасибо до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...